привет друзья рыболовный клуб кричевич и опять с вами в первую очередь я всем вам хочу сказать большое огромное спасибо в последнем видео мы просили всех тех кому будет интересно посмотреть видео из африки писать об этом своих комментариях почти 1000 комментариев огромное количество лайков нам все это очень приятно и мы понимаем что наверное то что мы делаем мы делаем не зря ну и конечно же мы не могли не отреагировать на вашу просьбу и так африка сначала о спонсорах благодаря которым сборная украины провела отличную качественную тренировку в южно-африканской республики генеральные спонсоры сборной это торговая марка карп про которая производит практически все необходимое что нужно карпятнику и трофейное озеро кричевич и который является единственным в европе абсолютно равноценным водоемом официальные спонсоры сборной украины первое торговая марка акрополис которая шьет настолько качественные сумки что их можно просто передавать по наследству второе торговая марка баунти это тот корм который позволяет нам выигрывать множество соревнований на самых разных водоемах и третий официальный спонсор это торговая марка ориент удилища карповые мешки подсаки и многое другое чем мы успешно пользуемся первое о чем мы пожалели сразу же как только увидели местные прелести это о том что мы не взяли с собой ни профессионального фотоаппарата не профессиональные видеокамеры ну просто великолепная природа огромное количество всяких разных диких зверюшек такой себе зоопарк в дикой природе все эти кадры которые вы сейчас видите и которые вы будете дальше видеть по ходу этого видео это все отснято на обычный iphone конечно же фотоаппаратом хорошим качественным профессиональным кадры были бы гораздо лучше но я думаю что мы эту ошибку исправим и уже на непосредственно чемпионат мира мы с собой возьмем более профессиональную технику африка не близкий свет и дорога у нас заняла около 40 часов на автомобилях мы доехали до киева из борисполя мы на самолете полетели в лондон компании british airways в лондоне стыковка потом самолет лондон юханесбург большой красивый двухэтажный или двухпалубный не знаю как правильно его назвать в юханесбурге на на прокат взяли автомобили и примерно 5 чем-то часов у нас заняла дорога непосредственно на сам водоем но несмотря на то что все были достаточно уставшие у всех боевое настроение все не могли никак дождаться пока закинут удочки в воду и посмотрят кто же живет в этом в африканском водоеме о котором так много писалось в интернете наши новые африканские друзья у которых мы арендовали часть оборудования за определенную сумму денег нам это оборудование помогли доставить на водоем сопроводили нас естественно к этому водоему помогли разложить это оборудование ну и провели нам инструктаж что делать в дикой природе если вы видите большое животное к нему лучше не приближаться потому что это опасно если у вас пол в палатке двигается значит под полом змея но вы сильно можете не переживать потому что до конца вашей тренировки змея из под вашего пола не вылезет у нас даже был охранник который жил в палатке недалеко от нас все это время ну и соответственно задача была такая что если мы видим змею мы должны ему об этом сказать ну и он каким-то образом будет что-то с этой змеей делать это как-то с ней договариваться босиком не ходить потому что очень много пауков на которых можно наступить если вдруг паук укусил его обязательно надо сфотографировать и обратиться к врачу зачем сфотографировать для того чтобы врач знал какой именно паук укусил ну и соответственно дал какой-то антидот вот но слава богу проблем не с дикими зверями не со змеями не с пауками у нас никаких не возникло и мы могли абсолютно спокойно тренироваться ничего нам не мешало ну кроме погоды во время нашей тренировки жара была около 40 градусов и некоторые люди которые скажем так слишком уверенно чувствовали себя на солнце до этого говорили что мне в принципе как бы не крем солнцезащитный не одежда не нужна я и так не сгорю хватило их ровно на один день потом кое-кто сгорел но зато есть опыт и на чемпионат мид на чемпионате мира конечно же мы этой ошибки не повторим погода кстати тут достаточно переменчивая вроде бы как бы штиль и вроде ветра особого нету и тут ни с того ни с сего срывается ветер огромной скорости приходится держать палатки приходится держать шатры но как бы в принципе это все решаемо я конечно понимаю что всем зрителям этого канала хотелось бы в первую очередь узнать как мы ловили на что мы ловили где мы ловили это то все что нам с вами интересно всегда но вы должны понимать что эта тренировка эта тренировка перед чемпионата мира чемпионат мира это самые важные соревнования в году и конечно же рассказать об этом всем я не могу врать я не хочу а рассказать не могу поэтому просто покажу краткое видео о том как у нас вообще проходила рыбалка а и Браво! Браво! Саликова рыба! Ура! Африканский карп на базе! О! Еще один! Дай, дай, дай! О! Водовый за низ! Ага! Салик африканский! Водовый за низ! Водовый за низ! Улыбок! Водовый Нить условия Ножlek Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. чемпионату мира. Водоем огромный. Если бы даже все 252 страны, которые есть в мире, решили выставить свои команды на чемпионат мира по карпфишингу, их тут без проблем можно было бы уместить. На чемпионате мира водоем делится на три зоны. Зона А, зона Б и зона С. И эта каждая зона в свою очередь делится на две подзоны. В этом году в чемпионате мира принимают участие 25 стран. Соответственно, в одной подзоне будет 12 команд, в одной в другой подзоне будет 13 команд. Команда, которая попадает в какую-то подзону, сражается именно с командами из своей подзоны. То есть ее задача в этой подзоне занять максимально высокое место. Если команда занимает, к примеру, первое место, она имеет 1 балл. Если от этой стороны в зоне Б команда занимает третье место, к примеру, это 3 балла. Ну и допустим в зоне С десятое место это 10 баллов. Потом эти баллы суммируются, в итоге получается 1 плюс 3 плюс 10 14. И у какой стороны меньше баллов, та соответственно и выше место занимает. О зонах А и Б мы поговорим чуть попозже. Очень много проблем, связанных с тренировками в этих зонах, вернее с запретом на тренировки в этих зонах. Ну а в данный момент мы с вами видим зону С. Чем характерна зона С? То есть достаточно длинная. То есть протяженной зоной С будет, как нам сказали организаторы, порядка полтора километра. Расстояние между секторами будет около 50 метров. То есть в принципе достаточно широко, достаточно комфортно. Именно в этой зоне мы тренировались все 5 дней, которые мы были в Африке. Недалеко от нас, порядка 150 метров, тренировалась сборная Франции. В принципе мы могли видеть, что и как более-менее у них происходит, какая у них динамика. Насколько хорошо или плохо у них клюет. И в принципе своей динамикой клево мы остались довольны. При том, что сборная Франции видно, что это очень сильная, очень подготовленная команда. Все же остальные сборные, кроме сборной ЮАР, которая ранее тренировалась, приехали уже в тот момент, когда тренировки в зонах запрещены. Вот, кстати, мы сейчас видим, тренируются Федеристы. У них тут тоже будет чемпионат мира. Так вот, все остальные сборные приехали в тот момент, когда тренировки в зонах запрещены. То есть за две недели до начала, до старта соревнований тренировки в зонах закрываются. Соответственно, все остальные команды, они будут тренироваться вне зон. На наш взгляд, гораздо важнее потренироваться именно там, где будет проходить чемпионат мира. Поэтому мы два раза летаем туда и обратно. Вот, кстати, зверюшки, которые подходят прям водоему. Страусы со своим выводком. Очень интересно все это смотреть, наблюдать. Я думаю, что и болельщики, и спортсмены, которые будут на водоеме на чемпионате мира, смогут наслаждаться вот этой красотой природы. Зона С отличается от зон А и Б, в первую очередь тем, что она мелководная. По правилам чемпионата мира, для того, чтобы забрать рыбу в подсак, можно заходить в воду по колено. Так вот это вот колено, это примерно расстояние от берега метров 20-30. Ну, в зависимости от того, где будет стоять спортсмен. Естественно, команды все это дело должны учитывать. Берег абсолютно во всей зоне Б песчаный, то есть не обязательно вести рут-пот. Он тяжелый, он объемный, ну и в самолете его вести достаточно проблематично. То есть, в принципе, можно удилища рабочие без проблем расположить на стоечках. Ну, если кому-то это удобно, мы скорее всего будем делать именно так. Передвигаемся дальше под зоне С, видим отставшую от стада антилопу. Обычно они редко по одному бегают. Тут же на берегу люди, которые следят за чистотой береговой линии. В этом плане африканцы, конечно, молодцы. Ну и в общем, больше в зоне С интересного ничего нету. То есть, в принципе, все, что было, мы вам рассказали и показали. Перед тем, как мы с вами поедем смотреть зоны А и Б, я хочу рассказать про ситуацию, которая меня уже достала. Для этого мы вспомним организацию чемпионата мира в Сербии. Я думаю, что вы все за этим чемпионатом мира следили. Да, мы его выиграли, этот чемпионат. Но назвать этот чемпионатом, честно говоря, язык не поворачивается. Причем, я не хочу рассказывать про самих организаторов этого чемпионата мира, а хочется проанализировать деятельность общественной организации под названием ФИПС. Когда ФИПС официальным письмом спрашивает у Сербской Федерации, сколько расстояния на водоеме от берега до берега, то Сербская Федерация им официально отвечает, что будет 300 метров. Мы поднимем воду и сделаем воду 300 метров, чтобы все было по правилам ФИПС и чтобы можно было разместить команды по двум берегам. На дворе 2019 год мы живем в мире интернета. Мы заходим в Google, вводим Ада Цыганлия и мы в Google видим водоем. Нам абсолютно не составляет никакого труда. Вот у нас водоем. Нам абсолютно не составляет никакого труда в программе померить расстояние между двумя берегами. Причем любой человек, даже на карте Google, может видеть строение на этом берегу. То есть 300 метров, ну никак не получается, потому что максимальное расстояние между берегами 220 метров. В итоге все команды, которые ехали на чемпионат мира, были уверены, что троса не будет натянутого. То есть даже команда Сербии, которые хозяева чемпионата, они писали потом в Facebook, что они перед чемпионатом намотали 23 лески, рассчитывая ловить на дальнем расстоянии. И нам тоже, и другим командам, я уверен, из-за этого троса пришлось полностью корректировать свою тактику на этот чемпионат мира. Могла ли ФИПС эту ситуацию предвидеть? Да, конечно могла. Почему это не сделано? Мое убежденное мнение, что это просто нафиг никому не надо. Ну да ладно. Мы посчитали, что допустим они забыли, не проконтролировали, сделают выводы и в будущем такой ситуации не повторится. Ну во всяком случае мы на это надеялись. При подготовке к этому чемпионату мы естественно хотели потренироваться во всех трех зонах. Ну те рыбаки, которые ловят рыбу, они знают, что даже в разных частях водоема иногда бывает разная тактика ловли. Где-то твердое дно, а где-то ил. Где-то одна глубина, а где-то другая. Где-то глубина, к примеру, полтора метра, где нужно ловить со дна. Где-то же глубина 5-6 метров, где может работать на нашем же африканском водоеме. Ловля в зонах А и Б, которая закрыта для тренировок, вообще принципиально будет отличаться от ловли в любой другой части этого водоема. Сейчас я вам это покажу. В данный момент вы видите карту водоема. А вот другая карта. Я не думаю, что я выдам какой-то секрет. Наверняка все команды это тоже видели. То есть тот же самый водоем, но тогда, когда воды в этом водоеме мало. Вот обратите внимание, то есть практически он пересох. Вот та же самая карта, только уже гораздо ближе для того, чтобы было более понятно. И сейчас я попытаюсь показать, где именно будут зоны А и Б на этом водоеме. Зоны А и Б будут размещаться, вот у меня не очень красиво это получилось. Я провел две черные линии вот тут. Канал, который находится между двумя черными линиями, это как раз и будет то место, откуда будут ловить спортсмены в зонах А и Б. Ну и любой рыбак, для этого даже не нужно быть спортсменом, просто любой рыбак понимает, что ловля в этом канале, который не пересыхает и который круглый год полноводный, она однозначно будет очень сильно отличаться от ловли в любой другой части водоема. А эти две зоны закрыты для тренировок. Тут другие глубины, тут другое количество рыбы, тут естественно нужна другая тактика, другие дистанции и возможно даже другой корм. Все наши обращения в ФИПС по этому поводу ни к чему не привели. Наши е-мейлы остались без ответа, ну а на наши телефонные звонки были обещания разобраться, но в итоге ничем это не закончилось. Мотивация организаторов, там делается дорога, там строительная техника и зоны А и Б закрыты, потому что туда просто нет проезда. Мы двигаемся по дороге, перед нами автомобиль организатора. Так вот, это именно та дорога, которая ведет с центральной дороги в зоны А и Б. Мы проехали туда и обратно и абсолютно ответственно заявляю, никакой строительной техники там нет и не было. Эту дорогу уже много лет никто не ремонтировал. То, что там ведется строительство дороги, это обычная ложь. Кроме того, мы решили проверить еще одну вещь. Мы сели на автомобили и от зоны С решили проехать в зоны А и Б просто вокруг водоема. И самое интересное, что у нас без проблем это получилось. Да, дорога там не идеальная, но проехать там можно. То есть, при желании любой спортсмен может без проблем доехать в зону А и Б. Ну а техника и строительство это обычные простые отговорки. Мотивация организаторов, конечно же, понятна. Они хотят, чтобы их команда выиграла на домашнем водоеме, это естественно. Но организаторы могут делать ровно столько, сколько им позволяет ФИПС. Я уверен, что ФИПС обязан был вмешаться, в эту ситуацию и дать возможность всем командам быть в равных условиях и потренироваться в зонах А и Б. Это логично, это правильно, это справедливо, это по-спортивному. Те кадры, которые вы сейчас видите, это как раз таки зона А и Б. Берег тут в основном, как вы видите, опять же песчаный, но тут другой рельеф дна, о чем я уже говорил не один раз. Но не весь берег, кстати, песчаный. Есть вот такие вот участки каменистые, каменные, ну с камнями одним словом на берегу, где ловить будет, конечно же, очень некомфортно, потому что у спортсменов есть все шансы при быстрой активной ловле поломать себе ноги. Очень сильно я надеюсь, что организаторы эти участки вырежут. Ну а теперь самый главный прикол этой зоны А и Б. Вот мы доехали до конца зоны, вот там вот у нас заборчик, а за заборчиком стоят себе люди и преспокойно ловят рыбу. Причем ни нам, ни команде Франции никто в этой локации потренироваться не предложил. И на вопрос к организатору, что это за люди и почему они тут ловят, он отвечает, это частная территория, я не знаю. Вот еще одни ребята, которые ловят рыбу в нескольких стах метрах от зоны. Есть и фидерные снасти, и карповые снасти, их 6 или 7 человек, стоит 4 вот такие вот станции. Мы с ними пообщались, ловят достаточно успешно, никто им не мешал туда заехать, ремонт дороги естественно тоже. Вывод очень простой, ничего не мешало организаторам разрешить тренировки в этой локации. Очень хочется надеяться и верить, что в будущем такие ситуации повторяться не будут. Что ФИПС найдет в себе силы, найдет себе ресурсы, найдет необходимое количество кадров для того, чтобы избегать таких ситуаций, для того, чтобы нормально инспектировать те водоемы, которые принимают чемпионат мира и для того, чтобы тот цирк, который был в Сербии и та ситуация, которая сейчас есть в ЮАР, в будущем не повторялась. Безответственная мать антилопа оставила своего детеныша. И пока он разбирается, куда же ему бежать к своей мамаши вперед, назад, налево или направо, мы с вами попробуем спрогнозировать, что же будет на чемпионате мира 2019. Вне всяких сомнений, это будет самый интересный, самый динамичный чемпионат мира за последние годы. Потому что рыбы в водоеме очень много, будет активная быстрая ловля. Зоны А и Б будут ловить гораздо больше рыбы, чем зона С. В этом практически нет сомнений. По поводу фаворитов, ну, конечно, это сборная Франции, это очень сильная сборная. Это сборная Хорватии, это очень сильная сборная. Это англичане, которые уже были и знают этот водоем. Это, скорее всего, сборная Румынии, которая тоже является очень сильной сборной. Ну и, конечно, естественно, это хозяева чемпионата сборная ЮАР, которая тут отбиралась, которая знает этот водоем и эту рыбу как свои пять пальцев, которая точно не будет делать никаких ошибок. Она, естественно, является главным фаворитом. Хотелось бы, конечно, чтобы хорошо выступили наши друзья-соседи. Уровень команды Беларуси очень сильно поднялся за последние несколько лет. Команда Молдова в Венгрии доказала, что может стабильно ловить и хорошо ловить. Мне кажется, что это тоже очень сильная команда с огромным будущим. Ну, естественно, безусловно, сборная команда Литвы может претендовать на медали. Ну и, насколько я знаю, к этому чемпионату мира очень тщательно готовится команда Израиля. Первое место во Франции, четвертое место в Венгрии, конечно, это не случайность, это профессионализм, это подготовка, это потраченное время. Поэтому, естественно, и сборная России тоже в фаворитах. Ну, во всяком случае, я так считаю. Ну, а что же мы? Что же сборной Украины, спросите вы? У нас все очень просто. Мы на все турниры едем исключительно за первым местом. Мы мотивированы, настроение у ребят отличное, друг друга мы понимаем с полуслова, мы хорошо, как мы считаем, во всяком случае, потренировались, поэтому мы едем исключительно за золотыми медалями. А вам, дорогие наши болельщики, мы подготовили уникальный подарок. У вас есть возможность в режиме реального времени онлайн следить за тем, что происходит на чемпионате мира по карпфишингу. Повторяю, в режиме реального времени непосредственно с водоема. То есть, вы будете первыми узнавать самую свежую информацию по рыбе, по протоколам, следить за лидерами и так далее. Для этого вам нужно сделать одну простую вещь. В описании к этому видео есть ссылка на фейсбук. Вы заходите туда, ставите лайк, то есть подписывайтесь на обновление страницы «Трофейное озеро Кричевичи», и тогда вы гарантированно будете в курсе всех событий. Так что переходим по ссылке, жмем кнопочку «Нравится», смотрим наши прямые эфиры и болеем за сборную Украины. Всем спасибо, всем пока!